И снова здрасте. Опять воскресным утречком мы с доктором Хефицем встретились на Старом Арбате, чтобы продолжить нашу прошлую тему о мифах. Сегодня мы попытаемся обсудить миф о вреде табака и алкоголя. Доброе утро. Всем удачи, счастья, здоровья, любви, денег, процветания и уверенности в себе. Деньги зло. Деньги долг. Нет никакого зла и нет никакого добра. Тот человек, который делает с деньгами правильное дело, делает добро. А какое правильное дело с деньгами делает? Тот человек делает с деньгами правильное дело, которое тратит их не во вред другим. А тет вообще не тратит? Ну, это другая крайность. Почему захист? Это другая крайность. Почему или все, или ничего? Денег должно быть как еды, как воздуха, в меру. Вот о мире мы сейчас. Прозят. Еще как прозят. Но мы ему не дадим. Пусть дальше прозят. Это да. Вот. Мы в прошлый раз с тобой не договорили. Мы хотели поговорить ведь еще и о табаке, об алкоголе, об всем остальном. Вот такая тема. Бойте. Начнем с самого простого. С алкоголя. С алкоголя. Это простое, да? Простое очень. Это простое почему? Потому что... С2H5OH это необходимый элемент обмена веществ. И некое количество спирта всегда в человеке есть. Ну да. Почему? Потому что С2H5OH это самый сильный в мире антиоксидант. Ну, может быть, озон посильней, но поскольку озона в человеке практически нет, говорить об этом бесполезно. О3 это мизерные какие, да. А в человеке одно говно только. Не одно, два. Но об этом потом. Значит, С2H5OH это самый сильный в мире антиоксидант. Поэтому, естественно, окрашивается вывод, что алкоголь для обмена веществ нормального просто необходим. Значит, тот человек, который говорит, что алкоголь это зло, вред, источник всех бед и несчастье, он не знает элементарных вещей, да? Да. Вообще, я хочу с самого начала задать некий тон, вспомнив из лечения Парацельса. Теофраст бомбаст фон Гагенгейм, да? Он сказал, что все в мире яд и все в мире лекарства, и все зависит только от дозы. Ну, это что до него говорится? Это я не знаю. Я это читал у Теофрастопедии. Да, да, да. А он авиценный это спер. А он авиценный. А авиценный это спер у меня. А я это спер у тебя. Итак, значит, алкоголь необходим в определенных дозах. А именно, 50 мл в день. Не больше. 50 мл в день. При этом просьба только одна. Алкоголь не следует употреблять натощак, то есть на голый, свободный, пустой желудок, и не следует пить грязный, низкий алкоголь. Ну, это да. Там всякая водка за 80 рублей, там всякий кошмар. Ну, вот. То есть, чем алкоголь выше, чище, благороднее, тем больше пользы вы получите. Чем алкоголь дешевле, хуже, грязнее, тем больше в нем сивушных масел, которые, собственно, и приводят к отравлению. Либо у него вообще нет алкоголя, как таково. Ну, и такое может быть, да. Потому что вот эта старая хохма, когда она смешает всякую дрянь, там есть какой-то процент спирт, но там, скажем, ацетон добавляют, еще всякую ерунду. Ну, ацетон не знаю, но всякую дрянь. Ну, знаю, знаю. Ну, и ацетон, хорошо. Короче говоря, вот и все. Два простых правила. То есть, 50 мл в день благородного алкоголя. Вот и все. То есть, если вы пьете много, вы себе наносите вред. Если вы не пьете совсем, вы себе тоже наносите вред. Ну, кстати, по-моему, много всего вредно, чего бы не было. Так я об этом и говорю. Вода необходима для жизни, да. Можно водой убить человека, легко. Выпейте ведро сразу, вот и все. Воздух необходим для жизни, безусловно. Можно воздухом убить человека, легко. Сделайте 10 глубоких вдохов подряд. У вас закружится голова. От чего? От кислородного отравления. Ну, вот в этом плане, я как раз хочу сказать, у нас тут еще какая проблема. У нас очень любят вести некую пропаганду, скажем так, рекламу, маленько не вдаваясь. То есть, у нас говорят, пить вредно, не уточняя сколько, чего и как, курить вредно. Вот, опуская тот момент, что табак, в принципе, сам по себе не вреден, вредно сигаретах, в которых табака-то как таковой не так много, там, горелая бумага, селитра, там, всякая другая ерунда, которая у меня есть. Можно перед табаком одно замечать? Давай. Вот я категорически против. Вот ты отступаешь от моего главного правила, да? Я горячий поклонник теории заказов. Я хочу тебе сказать, что люди говорят ерунду, вбивают чушь в голову других людей, не потому, что они мало знают, а потому, что делают это специально, намеренно. Отравление сознания, значит, лепса, значит, что из народных масс, это главная задача средств массовой информации. Не информировать людей они хотят, они хотят им дурить голову. И на это есть совершенно четкий социальный заказ. Те средства массовой информации, которые занимаются, воистину, просветительской работой, долго не живут, не имеют большого тиража, их мало кто видит и слышит, и читает. Вот и все. Поэтому не надо говорить, что они вот упускают, они не знают, они все знают. Да, но тут очень странно. Получается, идет вразрез, опять же, с каким-то таким вот интересом крупных монополий, табачных, алкогольных, которые вовсе не заинтересованы, скажем так, в антирекламе своего продукта. То есть не заинтересованы в рекламе того, что пить вредно, курить вредно. Значит, я считаю, мое личное мнение, что табачные крупные монополии вообще ни в какой рекламе не заинтересованы. И то, что они рекламу дают, на мой взгляд, не оказывает на их бизнес никакого благотворного влияния, является просто средством отмывки денег. Потому что на самом деле табакокурение стоит на порочной склонности человечества к наркомании. К тому, о чем мы с тобой говорили на прошлой записи, да? Заглушить чувство тревоги. Поэтому люди курить будут всегда. Может, они будут курить не Филипп Моррис, а будут курить Беллэмор Кэмелл. Какая разница? Курить они будут всегда. Эти все компании могут рекламу не давать. Я о другом сейчас говорю. Я говорю о том, что существует совершенно четкий социальный заказ со стороны властей, придержащих, на то, чтобы средство массовой информации делать средством оглупления народа, так называемого. Я не люблю этот термин, будем говорить так, средством оглупления населения. Это совершенно точно. Что касается табака. Дело в том, что никотин, даже есть такой витамин ПП. Что такое витамин ПП? Никотиновая кислота. Никотин организму необходим практически так же, как и С2H5H. Ниготин и куричневый полят в виде уколов. Да, совершенно верно. Значит, во-первых, не нужно путать поступление в организм никотина и поступление в организм смол, которые выделяются при горении продуктов, сопутствующих табаку. То есть бумага, фильтры и так далее, и так далее. Дерево или покрытие внутренней поверхности трубок, какие-то вещества, которые выделяются при плавлении, смол, которые лежат в основе изготовления мундштуков и так далее, и так далее. То есть если мы все это исключим? Если мы все исключим, останется чистый никотин. То есть тогда получается самое полезное искуление – это сигара? Сигара. Там нет ничего? Совершенно верно. Нет ни дерева, ни бумаги. Об этом и речь. Что самое полезное – это сигара. Теперь смотрите, опять же то же правило. Никотин должен поступать в организм в определенной дозе. Конечно, если вы будете курить, не знаю, 5 сигар в день – это много, очевидно. Да, это паскеш сарвета. Да, но если вы выкуриваете одну сигару в день, совершенно убежден, никого вреда вы себе не наносите. Я думаю, что одну сигару в день позволит себе далеко не каждый. Да, бездельник только. Может, надо 4 часа или сколько? Нет, не 4, конечно. 3. Ну, суть не в этом. Суть в том, что она еще и стоит достаточно хорошо. Значит, нужен богатый бездельник. Да, богатый бездельник. Да, но поговорим о никотине, да? Для чего нужен никотин? Смотрите, в первую очередь, никотин блокирует распад дофамина, одной из важнейших аминокислот. Для чего нужен дофамин? Дофамин нужен для того, чтобы у вас не было болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, слабоумия и прочих неприятностей. Да? Поэтому человек, который курит, практически гарантирует себя от развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Опять же, курит в нормальных дозах, да? Далее. Да, я хочу, чтобы ты тут перебиваешь, конечно. Да, но я хочу, чтобы ты развеял мое, скажем так, невежество в данном случае. Потому что, насколько известно, у нас никотин вызывает спазм сосудов. Совершенно верно. Если у нас человек страдает пониженным давлением, ему полезно курить. Так я об этом хочу сказать дальше. Ему необходимо курить. Конечно, люди, страдающие пониженным давлением, гипотензивным синдромом, должны курить обязательно. Вопрос, опять же, в дозе. Теперь, никотин блокирует распад эстрогена. Поэтому курящие женщины, в меньшей степени, чем не курящие, рискуют заболеть эндометриозом и другими хроническими заболеваниями женской половой сферы. Далее, никотин стимулирует работу кишечника. Поэтому люди, страдающие таким заболеванием, которое характеризуется пониженной энергетичностью кишечника, так называемый ленивый кишечник, люди, страдающие запорами, попросту говоря, должны курить. Потому что никотин способствует перистальтике. А если у нас у человека, скажем, какие-то желудочные проблемы, ну не язву, конечно, но что-то, скажем так. Вот, замечательно. Смотрите, у никотина есть бактерицидное действие. Поэтому, если мы вспомним о том, что язвенная болезнь желудка вызывается в том числе и активностью хеликобактер, такой специальной бактерии, да, то никотин нужен для того, чтобы понижать активность хеликобактер. Просто, опять же, я еще раз подчеркну, важна доза и не следует курить на голодный желудок. То есть, перед тем, как вы хотите что-то, да, значит, вы курите, значит, вы должны что-то съесть, кусочек. Есть еще классика, чашка кофе, вот, и сигара, или там, не знаю, там, что такое, сигарила. Это борьба с гипотезивным синдромом чрезвычайно активно, понимаете? Поэтому никотин, алкоголь, любое другое вещество в определенной дозе организму необходимо. При превышении этой дозы оно вызывает целый ряд неприятных смыслов. Кстати, вот в связи с того, что я только что говорил, как мы с тобой уже обсудили, что те, у кого пониженное давление, ему полезно курить, то у кого повышенное давление, ему полезно употреблять алкоголь, который расширяет на волосы. Совершенно верно. Это у нас табак спазм в судах вызывает, а тут наоборот. Совершенно, но опять же в дозе. В дозе, но все в дозе. В небольшой дозе. Понимаешь, это то же самое, что все равно таблеток обглотается. Человек тоже врач прописывает одну или две таблетки. А теперь сравним, опять же, с дозой, человек пачку таблеток вызывает. Совершенно верно. Это то же самое. Совершенно верно. Поэтому правило очень простое. Ни в коем случае нельзя поддаваться влиянию средств массовой информации на вас. Не надо. Все, что вы читаете в газетах, все, что вы видите по телевидению, все, что вы слушаете по радио, надо пропускать через сито разума, аналитического, критического подхода. Для того, чтобы у себя этот подход выработать, надо просто читать определенное количество хороших книг. Вот, пожалуйста, в доме книги о Новом Арбате продается энциклопедия популярных заблуждений. Любой человек, который купит эту книжку или скачает ее на интернет, у него волосы встанут дыбом. Там, например, написано, вот это вот, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Кто сказал, что мыши любят сыр? Уолт Дисней снял про Микки Мауса, где они обожают сыр. Это же бред. Мыши вовсе не любят сыр. Они вообще к нему не испытывают никакой тяги. И вот наша жизнь вся пропитана вот этими чудовищными заблуждениями. Это даже стало сложнее. Мыши не едят ничего, не любят ничего жирного, соленого и так далее. Да, совершенно верно. Сырка жирный, соленый. Да, совершенно верно. То есть, все это полная ерунда. И ни в коем случае нельзя на веру принимать все, что вам вдалбливают в голову. Это все очень простое, правило. То есть, а как быть насчет мифов, того мифа? То есть, если человек лишает мифов, и он уже не становится тем человеком, каким вы? Нет, об этом Фрейд говорил. Об этом Фрейд говорил. Когда вы с факелом познания, говорил, спускаетесь в темный подвал бессознательного, и вы гоняете оттуда одну из теней, не забудьте оставить факел там. Потому что, если вы улетете с факелом опять наверх, там поселятся другие тени. Поэтому не нужно, вы просто взял, сказал человеку, это миф, это вредно, и ушел. А что-то оставил ему взамен. Надо оставить знамя. Вот это ровно точно так же, как в России стране глубоко верующие. В свое время пришли товарищи, и они выгнали отсюда Бога, и поселили здесь свою религию. Я с тобой совершенно не согласен вообще. В этом вот здесь, это имеет никакое отношение к табаку и к алкоголю. Мы раз уж не затронула кутеву, мы можем вырезать. Россия страна тотального атеизма вообще. В лучшем случае, в лучшем случае, Россию можно признать языческой страной. Но христианства здесь не было никогда. Ни-ко-гда. Потому что только в России на Пасху люди ходят на кладбище бить там яйца и пить водку. Понимаешь? Только в России люди строят церковные храмы и совершают в них какие-то обряды, характерные для православного христианства. И в то же время веруют в леших, в бабьёв и в прочую всякую варварскую языческую чушь. Ты хочешь сказать, в Европе не верят в леших и в бабьёв? Я не знаю, я не жил в Европе. Я не знаю. Я тебе говорю о России. Не считаю Россию верующей страной. Если говорить о том, что это верующая страна, то это страна языческая. Не считаю Россию христианской страной. Ничего христианского здесь не нахожу. Кроме тотального показушества и вплетения церкви в общую, публичную, подавляющую машину оболванивания людей. Нет, с ними. Давай с нашей теми лучше. На чём мы там остановились? Мы остановились на том, что всё должно быть в соответствующей дозе. Тогда ничто не вредно. Я считаю, что всё. Мы осуществили эти вопросы. У людей были вопросы по этому поводу. Ему рассказали о том, что единственное лекарство против мифа – это познание истины. В той мере, в какой мы можем к ней приблизиться. Чтобы её познать, нужно много читать и вырабатывать критический аналитический подход. Вот и всё. И помимо алкоголя пить чай. Да. А, а тебе нет. Тогда я за твоё здоровье. Давайте представим, что... А, вот. Всё. Выпей. И всем хорошего здоровья. Всем хорошего здоровья. С наступающими... Кто-то уже начинает отмечать Новый год? Ну, уже начали. Уже начали. Поэтому с наступающим Новым годом. Я думаю, что мы до Нового года ещё что-нибудь запишем. Ну, если повезёт. Если повезёт. А на всякий случай и с Новым годом. Мы вас с Бархатовым любим. Очень ценим ваше мнение. Стремимся вам помочь. И желаем вам всяческого процветания. Ну, если что, пишите. 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 Пока. Пишите. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok